В рамках проекта «Октырытое общество» прошли мероприятия уже с известными пранк-журналистами «Лексусом» и «Вованом». Мария Владимировна Захарова буквально недавно прошла, и многие другие известные личности проводили авторские встречи и лекции в рамках этого проекта. Сегодня мы встречаем очень интересного яркого героя. У нас сегодня будет такая более практически направленная лекция. Сегодня КФУ посетил Олег Мансуров, основатель и генеральный директор частной космической компании SR Space, основатель IT-компании Actum, разработчик и руководитель IT-конкурса «Цифровой прорыв», который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый хакатон. Сегодняшняя наша лекция «Тренды мировой космонавтики. Как построить космический бизнес в России». Олег, добрый день. Здравствуйте. Большое спасибо, что представили. Большое спасибо организаторам, руководству КФУ за то, что пригласили. Я здесь уже не первый раз, но, наверное, первый раз выступаю на такой аудитории и в таком формате. Надеюсь, что... Ну и спасибо, конечно же, всем, кто очно сегодня здесь находится в этом зале и, конечно, тем, кто посмотрит эту лекцию или эту встречу в записи. Во-первых, конечно, хочется, чтобы для всех вас это время прошло с пользой, чтобы оно с пользой прошло для меня, для университета. Ну и в целом мы с вами могли что-то полезное сделать и для нашего общества, для нашей страны. Поэтому я думаю, что в течение лекции вы можете поднимать руку и задавать вопросы. Ну и, конечно, в конце уже, кто не успеет задать по ходу пьесы свои вопросы, смогут это сделать по итогу. Кому интересен космос? Кто когда-нибудь мечтал, думал, что он полетит или как-то свою жизнь свяжет с космической отраслью? Поднимайте руки, да, кто? Ну, большинство. Ну, все-таки космос живет, и космос интересен. Это, на самом деле, такой общемировой тренд. Стоит, наверное, начать с того, что космос очень сильно был интересен в начале 20 века. Его популярность или стремление людей к космическому пространству, оно активно росло вплоть до где-то примерно 70-х. После чего стало понятно, что космос – это не так легко, не так доступно, как раньше казалось. И вот этот интерес в космической отрасли начал падать. Уже количество мальчиков, которые хотели быть космонавтами, становилось меньше. Девочки, которые хотели создавать космические корабли – это было одно из основных направлений среди девчонок. Ну, с советского периода, по крайней мере, у нас в стране – становилось меньше. И сейчас мы проживаем такой новый ренессанс или новый рост интереса к космическому пространству, потому что мы уже в нашем технологическом развитии дошли до такого этапа, когда космос становится ближе. И космос все больше и больше входит в нашу жизнь. Каждый из вас, у кого есть смартфоны, кто пользуется интернетом, кто смотрит телевидение, кто пользуется различными геосервисами, картами, приложениями, доставки, такси и так далее, все вы связываете свою жизнь каждый день с космосом и с космическими технологиями. Никогда, не всегда это происходит осознанно, не всегда вы это понимаете, но, тем не менее, космос уже настолько глубоко зашел в вашу жизнь, что вам уже, наверное, было бы жить намного сложнее и намного менее комфортно, если бы у вас вдруг космических технологий не было. Я попрошу, наверное, презентацию включить. Соответственно, фактически сегодняшнее мое выступление, оно будет делиться на три части. Соответственно, это часть немного историческая справка, то есть показать, как это все развивалось и продолжает развиваться, в чем произошли фундаментальные переломы. Второе – это какие есть тренды в развитии космонавтики или частной космонавтики. Ну и в целом, если кто-то из вас захочет или увидит себя в частной космической отрасли, то с чего стоит, наверное, начать, на чем фокус и как развиваются наши компании, чем мы занимаемся. Я, наверное, начну, тоже буду вам периодически задавать вопросы, с чего началась космическая эра. Кто знает? Поднимайте руку только и... Ну, это единственное, да. Запустили первый спутник. А когда это было? Все, верно. 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, был запущен на орбиту. И все желающие радиолюбители, астрономы могли словить сигнал и услышать вот эти всем знакомые бип, бип, бип. Это фактически был, наверное, один из самых культовых моментов или знаменательных моментов для всего советского общества, потому что после победы во Второй мировой войне это, наверное, было одним из таких знаковых достижений и демонстрировало, что на тот момент советский строй, он способен запускать такого рода проекты. Дальше, конечно, вы все знаете и про первого человека, и то, что мы запустили и первую женщину в космос, первый выход в космос, первая космическая станция, мы были пионерами в спутниках дистанционного зондирования Земли и так далее, и так далее. Единственный, к сожалению, момент, который мы не реализовали как страна, ну, не реализовали или не стали первыми в том числе, это высадка на Луну. Меня часто спрашивают, была ли высадка. Да, высадка была, как бы все, там много довольно-таки подтверждающих фактов, то есть этот вопрос, он давно как бы серьезно не обсуждается, хотя много конспирологических разных историй существует. И дальше вся вот эта история, она развивалась из-за соперничества крупных государств. Были сверхдержавы, с одной стороны Советский Союз и весь социалистический блок, и, соответственно, Соединенные Штаты Америки и так называемые кап-страны. Они между собой соперничали, но это соперничество из-за отсутствия каких-то прорывных технологий, и из-за небольшого прикладного применения оно начало сходить на нет. Дальше вы, как бы многие в школе учились, историю должны знать. Тут я углубляться не буду, но дальше произошло знаковое явление для всей отрасли. Соответственно, на рубеже, или в начале этого века, в частности, в 2008 году был первый успешный запуск ракет-носителя, который был создан частной космической компанией. Это сделала как раз компания SpaceX. Это было на самом деле не сколько технологическим прорывом, это было сколько организационным или то, что называется психологическим прорывом, потому что до этого все считали, что космос — это только прерогатива государства, это требует колоссальных бюджетов, колоссальных ресурсов, и, допустим, частный бизнес, неважно, он крупный, средний, он не может, соответственно, заниматься космической отраслью. И вообще космос — это не про бизнес, а это про какую-то фундаментальную науку, это про большие деньги, это про военных и так далее, и так далее. Забегая вперед, скажу, какие-то из этих предрассудков, сегодня у нас, слава богу, 2022 год, некоторые из этих предрассудков, к сожалению, у нас в стране продолжают жить, но, тем не менее, мы активно над этим работаем. Соответственно, в 2021 году была следующая знаковая история, это в том, что люди отправились в космос на аппарате, космическом корабле, который был создан также частной космонавтикой. То есть уже мы не только как человечество можем строить бизнес на ракет-носителях и на космических аппаратах, на спутниках, но и уже, соответственно, занимать нишу, связанную с пилотируемой космонавтикой. Причем это происходит уже не разовые случаи. Это и компании Virgin, это и компания Blue Origin, это SpaceX и ряд других. Тем же сейчас занимаются и китайские компании, работают. В нашей стране тоже есть ряд проектов. В общем, это тоже был такой прорыв. В первую очередь, повторюсь, наверное, это был психологический прорыв. То есть космическая отрасль, она во многом консервативна. Но не знаю, хорошо или плохо, но вы сейчас живете во времена перемен, когда все меняется, все очень меняется быстро, и в космической отрасли тоже это происходит, она не является исключением. И хотя для нас, как живущих в России, наверное, космос ассоциируется до сих пор с государством. И все говорят, ну, есть там Роскосмос, есть госпредприятия, есть НИИ, государственные институты. Но на самом деле 75% космической индустрии мировой принадлежит частным компаниям. То есть и этот процент, он неуклонно растет. То есть государство уже из разряда разработчика, поставщика услуг и продуктов становится фактически только потребителем. Поэтому здесь есть значительное поле или большое поле для роста. 95% выручки космического сектора в 2019 году относилось к экономике космоса для Земли. Когда вы на обывательском уровне разговариваете о космосе, вы чаще всего говорите о пилотируемой космонавтике, вы часто думаете о полетах на Международную космическую станцию, вы говорите о полетах на Луну, на Марс. Но если мы говорим про космос как про бизнес, то это в меньшей степени про такого рода миссии в дальний космос. Это про космос для Земли. Это как раз про то, с чего я начинал, что все вы тем или иным способом связаны с космической отраслью или с космическими технологиями. Фактически сейчас основной тренд, что космос все больше и больше улучшает, обеспечивает жизнь на нашей планете. То есть если мы хотим победить многие проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся, пандемии, войны, голод, нищета, неравномерное распределение ресурсов и так далее, и так далее, то многие решения находятся как раз с помощью космоса. Или как часто говорят, чтобы вам решить какой-то вопрос в системе, вам нужно выйти за пределы этой системы. Соответственно, если вам нужно что-то решить на Земле, вам иногда нужно выходить за пределы этой Земли. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы задавайте. Или нужно что-то пояснить, или что-то становится непонятно. То есть говорите, потому что не бойтесь задавать вопросы. Меня часто спрашивают, почему я занялся космической сферой. Наверное, есть стандартные или объективные причины. Но первостепенно, наверное, какая-то моя природная любознательность. То есть я тот человек, который часто задает вопросы себе. Почему я это делаю? Зачем я это делаю? Зачем я здесь нахожусь? Зачем я сегодня встречаюсь с вами? Допустим, не провожу время в баре или не отдыхаю где-нибудь на островах. Вот эти вопросы вы должны задавать себе, уметь задавать. И также важно эти вопросы или какие-то вопросы задавать тем, с кем вы встречаетесь по жизни. То есть это ваши друзья, это ваши родственники, это ваши коллеги, это ваши преподаватели, сокурсники и так далее. Ну, если возвращаться про рынок SpaceTech, то есть космических технологий, что из себя представляет этот рынок. Еще один из важных трендов – это количество космических аппаратов. Я еще про это скажу чуть больше позже. Но вы можете посмотреть, что, к примеру, за 10 лет с 92 по 2002 было создано 26 спутников, а уже, допустим, с 2003 по 2017 было создано 594 спутника. Если мы пойдем дальше, то это уже будут тысячи спутников. На Международном астронавтическом конгрессе речь шла о том, что примерно к 30-му году у нас будет уже порядка, ну, чуть ли не до 100 тысяч космических аппаратов летать вокруг Земли. То есть, если вы представляете рост, то он у нас экспоненциальный. И поэтому все сейчас говорят, что важно производить космические аппараты серийно, массово. То есть, раньше один спутник делали очень много лет. Это был большой аппарат, стоил который очень много, там несколько миллиардов рублей или несколько десятков миллиардов. Сейчас, соответственно, вы спутник можете собрать за три месяца. Кто-то, у кого есть серийное производство, например, там, в Старлинке, это недели. То есть, скорость, она значительно увеличивается. Другой важный тренд, это, конечно, уменьшение стоимости доставки полезного груза на орбиту. То есть, если в 57-м году вам нужно было потратить почти миллион долларов, то сейчас вам чуть полторы тысячи долларов стоит груз. Но, опять же, там есть очень много нюансов. То есть, это если вы запускаете что-то очень крупное на большой ракете, вам нужна определенная орбита, тогда получается такая цена. Потому что, если вам нужна другая орбита, вы запускаете маленький груз, то вот эта цена, она, в принципе, может вырасти примерно до 20-25 тысяч. Ну, чтобы вы понимали, то есть, есть от полутора тысяч до, там, наверное, 15 тысяч. Это основная вилка стоимости груза. Ну, там есть, опять же, очень много нюансов. Поэтому не факт, что если у вас есть полторы тысячи, вы можете килограммовый свой спутник запустить. Ну, и дальше, соответственно, растет спрос на запуск коммерческих группировок спутников. То есть, количество спутников в группировках было 9%. К 2024 году, наверное, 35% всех спутников это будут спутники, включающие в группировки. Группировки, представляете, зачем, что это такое? Кто-то сможет описать словами, своими словами? Спутниковая группировка, зачем? Для покрытия сети. Ну, что, еще как-то, какие? Да. Группа спутников, которая, ну, группировка, то есть, какая-то система этих спутников, которая выполняет такую задачу. А зачем их много? Одного, потому что спутника мало для этой системы, а когда... А почему мало? Почему мало? Для увеличения скорости передачи. Ну, да. Один вопрос – это скорость, зоны покрытия. Если мы говорим про спутники дистанционного зондирования Земли, это широта обзора, соответственно, зона покрытия и так далее. Ну, вот вопрос – вот зачем это нам нужно вообще, зачем это нам простым людям, и почему космос сегодня – это не какая-то дотационная отрасль со стороны государства, по крайней мере, во многих странах, а это работающий бизнес. Конечно, есть много целей, вы можете их прочитать, но основное, наверное, стоит разделить – это навигация, это GPS, ГЛОНАСС и ряд других систем, как Галилео, там еще ряд, вы тоже их используете, есть специальные военные системы. Второе – это все, что связано со связью, с разной, с телефонной связью, с интернетом, с интернетом вещей, с спутниковой телефонии, телевидением и так далее, и так далее, и так далее. И третье – это все, что связано с дистанционным зондированием Земли. Кто знает, что такое дистанционное зондирование Земли? Кто-то ответит своими словами. Дистанционное зондирование Земли или ДЗЗ – это когда мы производим съемку поверхности Земли из космоса. Соответственно, мы ее можем производить в оптическом диапазоне, там, мультиспектральные снимки делать, к примеру, можно в инфракрасном диапазоне делать, в радиолокционном. Соответственно, вот часть вещей, в том числе, для этих нужд производится, или часть научных работ осуществляется здесь, в университете. Анализ рынка стоит тоже, наверное, затронуть. Чтобы понимали масштаб, космос – это всегда про большие деньги. Если вы делаете бизнес или стартап, или компанию в космической отрасли, у вас два пути. Или вы все потеряете, или вы станете очень богатым. Но богатым, потому что в этой отрасли вы не можете быть кем-то средним. То есть вы в космосе не можете за маленькие деньги что-то сделать. То есть у космоса или космической отрасли есть два важных критерия. Это длинные сроки. То есть да, они сейчас ускоряются, уменьшаются, но тем не менее, чтобы что-то сделать значимое – это годы. Иногда это десятки лет. И, к сожалению, мы от этого не можем уйти. Поэтому инвестиционные циклы тоже очень длинные. Ну и второе – это большая капиталоемкость. Соответственно, вам необходимы большие деньги или большие ресурсы для того, чтобы что-то такое существенное уже сделать. И без больших инвестиций или большого финансирования вы ничего не сделаете. И это вот как раз тот барьер, который многих останавливает. Да, этот барьер, он снижается уже. Вам, допустим, нужно не миллиард рублей для того, чтобы начать, а, к примеру, там, не знаю, 100 миллионов рублей. Но это уже там в 10 раз меньше. Соответственно, уже, наверное, в 10 раз больше людей может себе это позволить. Ну и вопрос, ради чего все это. Сейчас рынок составляет мировой порядка, ну там, 450-500 миллиардов долларов. К 30-му году ожидают, что он будет выше, больше триллиона долларов. То есть это фактически будет одна из самых крупных отраслей мировой. У многих футурологов, визионеров есть такое мнение, что в какой-то момент космическая экономика, вот космос для космоса, то, что называется, он сравняется и перегонит с экономикой Земли. Потому что Земля, она все-таки конечна в своих ресурсах, космос в этом плане, но если не бесконечен, то значительно больше, чем то, что мы можем делать на Земле. Поэтому эта цифра явно будет расти, причем она сейчас, нельзя сказать, что она растет экспоненциально. И, скорее всего, когда мы получим полноценные логистические цепочки между Землей, орбитой Земли, орбитой Луны, Луной и орбитой Марса, соответственно, тогда этот рост будет как раз экспоненциальный. И мы увидим еще более, наверное, головокружительные суммы, цифры, доходы предпринимателей, которые на этом много заработали. Ну, это я пропущу. Что очень важно, это растут также инвестиции в космос. То есть раньше вам, чтобы получить деньги под проект свой в космической отрасли, вам нужно было значительно больше попотеть, чем сейчас. В прошлом году было инвестировано более 14,5 миллиардов долларов. В среднем получают где-то 400-500 компаний в год в последние годы. И что очень важно, инвестиции в космическую отрасль не останавливались или не уменьшались все последние годы, несмотря на пандемию, какие-то кризисные явления и так далее. То есть космос продолжает расти. И на это множество причин. У космоса есть и двойное назначение, соответственно, он применяется и в военной отрасли, но и как раз очень много прикладных задач, которые сегодня, от которых зависит суверенитет той или иной страны или развитие той или иной экономики. Наверное, здесь более точно показано, для чего вот эти группировки нужны. Соответственно, мониторинг эмиссии вредных газов. Многие знают, что у нас есть определенные проблемы с климатом. Точнее, земля нагревается, наша атмосфера нагревается. И это то, с чем в том числе нашему с вами поколению придется бороться и к чему придется приспосабливаться. Потому что мы стоим фактически на грани. Вот здесь, наверное, в Казани это не чувствуется, особенно когда выходишь, тут снежок, мороз. Но мы сейчас на грани новых волн миграции. И, скорее всего, эта миграция будет с юга на север. Соответственно, национальный состав, в том числе человеческий состав, может сильно меняться в ближайшие годы, порядка 10 лет. То есть мы можем наблюдать. И это основные риски, с чем связаны эти климатические изменения. Потому что изменение климата – это не только про то, что ходите вы в футболки или ходите вы в куртки. Это, в первую очередь, связано с продовольствиями. Это связано с энергозатратами. А если вам нечего есть, и вы, соответственно, не можете полноценно развивать свою экономику, то вы будете искать какие-то более благоприятные условия для жизни. Поэтому, если раньше наши северные широты, это, наверное, был скорее минус для экономического развития, то в ближайшее время это может стать таким значительным плюсом. И наше лесное хозяйство, и наши водные ресурсы, они позволят нам чувствовать себя более конкурентоспособными. И, конечно, стоит вопрос, насколько мы это можем защитить. И для этого, в том числе, нам необходимо иметь свои космические аппараты. Геологоразведка, мониторинг стихийных бедствий, сельское хозяйство, состояние океана. Про состояние океана, а есть океанологи или вообще в КФУ есть тематика? Просто, если говорить про тренды 20-х годов, кроме космоса, еще очень интересное направление – это все, что связано с океаном. Потому что фактически океан занимает большую часть нашей планеты, но мы его не используем в полной мере. А океан – это не только шельф, и ресурсы на шельфе – это не только рыбные ресурсы, но это также возможность для сельского хозяйства, для производства разных продуктов питания, логистики, размещения производственных мощностей и так далее. И океан – большой источник энергии. Я думаю, многие из вас знают, что из океана тоже сейчас довольно-таки много энергии извлекают. Кто-то есть из дешифровщиков? Вы сегодня проводили экскурсию у меня по университету, соответственно, у вас тоже есть специальности, направление подготовки, где людей учат как раз дешифровки космических снимков. На самом деле очень много информации сейчас собирается с космических аппаратов, которые осуществляют оперативный мониторинг, съемку. Сейчас даже в открытых источниках, когда вы читаете какие-нибудь новости, когда где-то что-то произошло, вам часто показывают какие-то космические снимки, которые были сделаны пару часов назад, несколько десятков минут назад и так далее. Но чаще всего, чтобы эти снимки использовать для каких-то прикладных задач, вам нужно сделать сперва разметку, вам нужно понять, сопоставить эти снимки с предыдущими снимками, понять, в чем были изменения, почему эти изменения произошли и так далее. То есть вашим клиентам нужны не просто изображения, не просто карты, а вам, вашим клиентам, нужны выводы. То есть, вот, окей, был снимок такой, и есть снимок там, сегодняшний. Что изменилось? В чем принципиальное отличие? Не все можно сделать автоматически, поэтому есть экспертная дешифровка, но какие-то вещи делаются и уже с помощью искусственного интеллекта. То есть автоматические нейросети находят отклонения, и эти отклонения демонстрируют или идентифицируют, на основании чего можно уже принимать какие-то управленческие решения. Для городов очень много используются космические снимки, в том числе для создания различных 3D-моделей. Это тоже без чего невозможно сегодня вообще геопространственные сервисы, услуги и так далее. Если вы говорите про какие-то массовые беспилотные системы или там массовые применения беспилотников, беспилотного транспорта, то вам в любом случае необходимо строить 3D-модели городов. А 3D-модели городов строятся в том числе на основании и космических снимков, и аэрофотосъемки. Сельское хозяйство. Кто-то из вас есть? У кого-то есть? Кто-то из деревни есть? Двое? Трое? Да, что-то у нас с сельским населением все хуже и хуже. Четверо, да. Мне повезло. Я еще, наверное, из того поколения, которое постоянно отправляли к бабушке, к дедушке на лето на дачу. И, да, там, наверное, в представлениях обывателя сельское хозяйство это такой довольно-таки, наверное, ну, я не хочу никого обидеть, просто своего рода такой примитивный процесс, не очень технологизированный. Хотя, конечно, там очень тоже много нюансов и очень много всего нужно знать. Там, когда поливать, когда сажать. Но когда мы говорим о сельском хозяйстве, о некой глобальной отрасли, когда мы говорим про какие-то крупные агрохолдинги, про какие-то транснациональные корпорации, то у вас цена ошибки принятия проленческого решения, она очень большая. И поэтому вам очень важно иметь достаточный объем информации для того, чтобы понимать, где сажать, что сажать, когда удобрять, когда поливать, когда собирать урожай и так далее, и так далее. То есть, как раз космические снимки позволяют определять, допустим, уровень ваших посевов, больны они или нет, то есть, созрел ли урожай или нет. Потому что, если вы соберете, к примеру, на полдня позже, у вас на больших полях количество урожая может быть, отличаться на тонны. Ну, то есть, а это деньги, это в масштабах больших корпораций, это огромные суммы. И как раз это те ресурсы или те деньги, которые могут быть дальше реинвестированы в технологии, на которые могут быть запущены разные социальные программы и так далее, и так далее. То есть, вот то, что называется умное сельское хозяйство, оно сегодня невозможно без постоянного оперативного спутникового мониторинга. И вот у нас, допустим, одни из основных клиентов в России, это как раз сельскохозяйственные холдинги и какие-то фермеры, потому что им это важно. Они на этом четко понимают, где можно заработать. Хотя, наверное, когда ты человека встречаешь на улице, говоришь, в чем связь между спутниками и выращиванием кукурузы, ну, она для многих не очевидна, но на самом деле она даже у нас в стране очень сильно распространена. Мониторинг океана. Я, наверное, не буду заострять, но действительно океан – это то, что отчасти может помочь спасти наше человечество. Мы часто слышим про северный морской путь, про ресурсы водные Дальнего Востока, но в океане много других вещей, которые в том числе с помощью космических снимков определяют. Ну, просто в качестве примера скажу, что еще с советских времен космические аппараты, российские, они следят за передвижением рыбы. То есть инфракрасный мониторинг позволяет определять большие косяки миграции рыбы. И Росрыболовство, к примеру, использует эти снимки для того, чтобы координировать места вылова рыбы, и, соответственно, туда многие рыболовные компании направляют свои суда, чтобы повысить эффективность. Потому что вы тоже должны понимать экономику. Чем вы меньше плаваете, чем вы быстрее наполните ваши трюмы, тем вы меньше потратите и топлива, и зарплаты людям, и так далее. Соответственно, вы больше заработаете. Больше заработаете, вы купите новые суда, новые системы логистики выстроите, новые продукты, и так далее, и так далее. Земельный кадастр, наверное, пропущу это. Ну, такая тема. Тренды космоса для Земли. Это, наверное, такая уже больше вторая стадия. Есть ли вопросы по первой части? Есть. Давайте начнем. Он первый был молодой человек? Нет, сверху. И потом бы. У меня вопрос. Как-то взаимодействуют частные космические компании с государственными? В чем именно? Кто кому помогает и как? Взаимодействуют много. Во-первых, есть госкорпорация «Роскосмос», которая является регулятором космической деятельности у нас в стране. То есть, если вы хотите осуществить какую-то космическую деятельность, вам необходима лицензия. Чтобы получить эту лицензию, вам необходимо обратиться в «Роскосмос». Плюс есть разные виды деятельности, которые регулируются или требуются согласования, разрешения и так далее. Но, кроме этого, есть большое количество разных госпредприятий или компаний с госучастием. Соответственно, с ними мы, конечно, тоже работаем. И как большинстве бизнесов у вас тут два варианта сотрудничества. Или вы у них что-то покупаете, или вы им что-то продаете. В нашем случае мы компаниям с госучастием продаем данные, дешифровку этих данных. Сейчас мы закупаем комплектующие для космических аппаратов у компаний. В том числе и один из интересов приезда к вам в университет, что у вас в университете в том числе ведутся работы по электронной компонентной базе. Соответственно, есть ряд разработок, которые в том числе интересны для наших спутников, которые созданы у вас в университете. Пожалуйста. Что происходит со спутниками? Давайте через микрофон. Что происходит со спутниками, когда они отработали? Есть несколько вариантов дальнейших событий. Сейчас спутники, как правило, сводят с орбиты, и они сгорают в плотных слоях атмосферы. Но также практиковалась история, когда орбиты, точнее, наоборот, спутники поднимают на так называемые орбиты захоронения, на которых они могут летать еще тысячи лет и не падать. Соответственно, вот два основных варианта. Уже есть более такие, пока из разряда фантастики, предложения, чтобы космические аппараты дозаправлять, их собирать, их ремонтировать и так далее. Да, в космосе. Наверное, про это тоже стоит сказать, но это такое более отдаленное будущее, что в космосе есть две основных проблемы. Это логистика, стоимость логистики. Вам, чтобы с Земли что-то туда отправить, нужно очень много потратиться. Хотя граница космоса сколько? Сколько нам до космоса отсюда? Нет. Восемьдесят? Нет. Словно. Нет. Сколько? Сколько? Сто километров, да. Так называемая линия Кармана, общепризнанная граница, она составляет сто километров. То есть всего сто километров вверх. Многие, наверное, на дачу дальше ездят. Я за сегодня проехал, учитывая, что я прилетел из Москвы, и сегодня вечером снова улечу в Москву. Я значительно, я уже побываю в космосе, можно сказать, несколько раз. Но дело в том, что именно преодолеть силу притяжения. И еще такой вопрос. Что необходимо сделать, чтобы выйти на орбиту? Ракет-носитель. Что еще раз? Ракет-носитель. Нет, нет, нет. А что этот ракет-носитель должен сделать? Ну, то есть у нас есть баллистические ракеты, которые летят, как бы там. Нет, не совсем. Ну, разве ты как первый ракет-носитель? Все правильно. Вот девушка правильно сказала на первом ряду. Не зря сели на первый ряд. Нужно достичь первой космической скорости. Она тоже варьируется в зависимости от высоты и так далее. Примерно динамику космическую вы понимаете? Что такое движение по орбите? Это постоянно падение. Но вы летите с такой скоростью, что вы постоянно падаете как бы за горизонт. То есть фактически... А кто-то знает, с какой скоростью летает МКС? Мало. Нет, МКС. МКС какой-то. Быстрее летает. Просто вот есть люди тоже, когда я иногда начинаю рассказывать кому-то, говорят, ну как вот МКС, она же там станция, она зависает. То есть она стоит на месте. К ней причаливает корабль, отчаливает от нее. Ну то есть все как бы происходит не на скорости. Но вы, наверное, должны понимать, что постоянно они летят. И они летят с очень большой скоростью. Кто-то успел уже прогуглить? Скорость МКС и высота. Кто быстрее воспользуется? Правильно. Ну высота, да, понятно. А скорость? 7,66 секунды. 28,28 тысяч. Да. Все правильно. Ну представьте, какие эти скорости. Если бы это происходило в атмосфере, то эта станция, она бы сгорела буквально за считанные минуты. Человек очень четко испытывает перегрузки, связанные с ускорением. Но если вы движетесь с большой скоростью, все мы сейчас движемся с большой скоростью, но мы это не ощущаем. То есть наша планета вращается, наша солнечная система движется во Вселенной, но мы эту скорость не ощущаем, потому что она для нас постоянна. Если мы пребываем в каком-то ускорении, тогда, конечно, мы начинаем это ощущать. И у нас начинаются перегрузки, соответственно, когда ракетоноситель разгоняется, тоже есть ряд перегрузок, которые измеряются в силах G. Кто-то про это знает что-то? С кафедры физики есть кто-то? Понятно. Ладно. Тогда оставим это на будущее. Следующий вопрос. А как вы оцениваете для космической отрасли риски мировой рецессии и влияние того, что вероятность сокращения инвестиций? Вероятность сокращения инвестиций есть, но я об этом частично сказал, что несмотря на пандемию, несмотря на какие-то конфликты и так далее, космос становится более востребованным, и мы даже наблюдаем в России сейчас рост инвестиций в космическую отрасль, рост спроса, и в мире происходит та же история. Сокращение, наверное, в абсолютных величинах будет связано только с тем, что упал фондовый рынок. То есть уже такие инструменты, как SPAC или выходы на IPO, они сокращаются. Из-за этого сокращается количество инвестиций. Но если мы говорим про реальные инвестиции, реальные деньги, а не финансовые инструменты, то количество инвестиций будет расти. Опять же, потому что эта отрасль сейчас зона роста раз и зона высоких доходов два. То есть капитал всегда уходит туда, где он может или сохраниться, то есть в менее рискованные тихие гавани, или он уходит туда, где он может очень много заработать. Ну, получается, по классической экономике он все-таки, если, допустим, наступит мировая рецессия, официально объявят об этом, то в течение одного-двух лет все-таки будут сокращения, потому что вы сами сказали, что это не является тихой гаванью пока что. Это не является… Нет, фактически, если мы говорим про период пандемии, то это являлось ей. И сейчас очень мы наблюдаем большой переток из криптоотрасли в как раз космическую отрасль. А основные деньги сейчас, если мы говорим про инвестиции, источник вот тех цифр, которые я называл, это деньги из IT-индустрии в основном. То есть деньги из IT-индустрии переходили в космическую отрасль, сейчас космическую отрасль подпитывает деньги из криптоотрасли. Ну, так случилось. Я не знаю, кто-то вкладывался из вас в крипту? Есть такие, нет? Ну и слава богу, вам повезло. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Такой момент интересен. Я читала, что SpaceX задумывались о том, чтобы начать делать рекламу в космосе. То есть это было в виде такой сырой идеи, но все равно она была. Более того, развивается отрасль такого космического туризма. И вы сами сказали, что к 30-му году ожидается, что там будет около сотни тысяч просто спутников по орбите. Не означает ли это то, что космическая отрасль уже начинает работать не только на космос для Земли, космос прикладной, космос для людей и тем более не космос для науки, а то, что это именно становится такой коммерческой деятельностью, где более того, не очень сильно заботятся о проблеме того же космического мусора. То есть есть, конечно, там проекты, то есть как выводить, там вот то, что вы сказали, такая мертвая зона. Но все равно это пока тоже такие сырые разработки, и пока что непонятно, что будет происходить со всеми спутниками, которые будут наробить. Вот это интересно. Тема космического мусора, она актуальна будет в ближайшее время. Ее нельзя назвать, что она прям вот как бы существует на сегодняшний момент. И там страшные рисунки, которые рисуют, что там Земля и вокруг нее прям все в мусоре, это не соответствует действительности. Но, конечно, многие люди, которые занимаются космическими технологиями, они об этом думают и работают в этом направлении. То есть до того, как эта проблема возникнет. Потому что если мы говорим о массовых пилотируемых пусках, то нам уже нужно будет, нам сложнее будет уворачиваться или менять орбиту, чтобы не столкнуться с тем или иным объектом. Это не обязательно то, что космический мусор. Просто объектов становится настолько много. Многие из них там рабочие. И существует там световой шум. Если говорить про рекламу, там основной вопрос в том, что как это регулировать. То есть, условно говоря, это моя территория, моя страна. Я не хочу, чтобы, не знаю, какой-то лозунг или какая-то картинка над моей территорией висела. Но вот здесь возникает много вопросов, связанных с регулированием. И то же самое со связью. То есть, если мы раздаем спутниковый интернет везде, то вопрос, как регулировать с местными компаниями. Вот представьте, мы запускаем через два года космические аппараты, демонстрацию спутниковой связи. И мы начинаем предоставлять услуги спутникового интернета в США. Стоимость пакета в месяц примерно 50 долларов. Есть крупные гиганты, которые на этом зарабатывают миллиарды долларов. Мы начинаем это ретранслировать условно-бесплатно или за 5 долларов. Эти гиганты, они просто банкротятся. И что делать? Это, соответственно, в Штатах возникает проблема с рабочими местами, банкротствами. Это все за собой тянет большое количество других проблем. И то же самое может возникнуть с разными другими отраслями. И вот здесь вопрос как бы в том, что да, на Земле есть границы. Государства научились их контролировать, защищать. Но в космосе эти границы менее заметны. Хотя, конечно, все-таки космическая отрасль, это не пока, по крайней мере, это не про некую такую утопическую идиллию, что мы единое человечество. Мы вместе что-то делаем на благо всего человечества. Даже Международная космическая станция, она поделена на сегменты, где, соответственно, разные страны делают, проводят разные эксперименты, соответственно, используют разные технологии и так далее, и так далее. То есть космос и вот первая космическая эра, о которой я говорил, она была связана как раз с соперничеством и с конкуренцией. Мы попробовали посотрудничать в космосе, это, скажем так, не ускорило, а скорее замедлило изучение или освоение космоса. Сейчас мы снова вступаем в период конкуренции. Конкуренции среди частных компаний, конкуренции среди государств, причем, наверное, в первую очередь конкурировать начинают уже США и Китай. Мы в этом плане, наверное, занимаем уже третью-четвертую позицию. Если говорить про инвестиции в космическую отрасль, то, к сожалению, Россия на сегодняшний момент не входит даже в десятку стран. Как ни странно, первое место США, второе – Китай. Третья страна знает кто-то, кто вкладывает в космос? Япония? Нет? Нет. Корея? Нет. Нет? Сингапур. Четвертое место – Британия, а пятое место… Япония? Нет, России нет в десятке даже. Индии? Нет, нет, снова нет. У индусов мало денег. У них много людей. Ирана? Нет, нет. Ирана небогатый. Индонезия. Сколько населения в Индонезии? 300 миллионов? Ну да, почти, чуть меньше. Вроде как. Я могу ошибаться. Да, да, где-то так. Ну, смысл в том, что это большая страна с большим населением, и они в свое время посчитали, что им дешевле вкладываться в космическую инфраструктуру, плюс у них расположение на экваторе, это удешевляет пуски, и они, соответственно, в этом направлении активно работают. Ну вот, это просто некая данность, вот за последние 10 лет больше всего инвестировали вот эти страны в развитие космоса. Ладно, пойдемте дальше. Если будут еще какие-то вопросы, соответственно, не стесняйтесь, поднимайте руку. Постараюсь ответить. Один из важных трендов уже, наверное, как следствие того, что спутники стали меньше, то есть в целом микроэлектроника развивается, то, что у вас сейчас ваш телефон может делать, раньше необходимо было иметь большие компьютеры, много техники, там, большие камеры и так далее, и так далее. То же самое происходит со спутниками, то есть раньше, если вам необходимо сделать спутник, вы делали многотонный аппарат, который стоит очень дорого, делается очень долго, то сейчас вы можете сделать небольшой кубсат или небольшой спутник, который весит пару десятков килограмм, и который, в принципе, делает то же самое, что раньше, многотонный аппарат. И в связи с этим стал вопрос как раз небольших или сверхлегких и легких ракет-носителей. У нас сейчас, к сожалению, в России нет сверхлегкой ракеты гражданского применения, ну и легкой тоже. Соответственно, наша компания одна из тех групп, которые занимаются ее разработкой. Но об этом я чуть позже скажу. И стало понятно, что есть необходимость в создании таких ракет, и если их в свое время создавали в Советском Союзе, но тогда не было полезной нагрузки под них, то сейчас уже есть необходимость, и люди об этом задумываются и активно в это инвестируют. Сейчас в мире больше ста космических стартапов ракетных, которые занимаются данной тематикой. Почему еще важны малые ракеты? Кто-то знает? Может, у них стоимость стоимость? Нет, у них стоимость как раз, если говорить про вывод полезной нагрузки, за килограмм у них больше. То есть, если помните, на больших ракетах можно за полторы тысячи вывести, ну это самый такой лучший показатель, то на сверхлегкой ракете или легкой ракете можно вывести там самое дешевое, наверное, 10 тысяч долларов. Многие не возвращаются, наоборот. Более щадящий партнер еще не в колокольчик? Ну, это да, но дело не в этом. Про экологию пока никто не думает. Рынок только растет, то есть технологии только развиваются. Про экологию, там, про замкнутый цикл начинают думать тогда, когда появляется сверхприбыль, и уже рынок выходит на плато, и когда люди смотрят, такие, а что мы наделали, как это исправлять? Более быстрый запуск, да, принимается, еще что? Не, ну это не принципиально. Не всегда, нет. Но сейчас, как бы, есть такие крупные предприятия, как Хрунич, СКБ Прогресс, им проще сделать большую ракету, чем маленькую, потому что там другие технологии, другие подходы, другие производственные технологии. Вопрос в орбите. У вас, когда вы запускаете ракету, вы четко понимаете, на какую орбиту она полетит. И если вам необходимо запустить маленький спутник, то вы его сейчас можете запустить попутным грузом. То есть летит большая ракета, она запускает какую-то полезную нагрузку на определенную орбиту. А вам, допустим, важна совсем другая орбита. И у вас есть несколько вопросов, несколько, скажем так, путей решения этой задачи. Одна из них – это создавать двигательную установку в вашем космическом аппарате, что требует больше энергетики, больше массы и так далее, и так далее, что приводит в целом к удорожанию вашего космического аппарата. Иногда вам проще или дешевле сделать простой аппарат, запустить его на ракете сразу на ту орбиту, которая вам нужна, чем запускать этот аппарат с какой-то другой целевой нагрузкой или с основным грузом, и потом переводить на свою орбиту. Я сейчас не буду называть названия аппаратов, но у нас есть российские космические аппараты, которые полгода только добираются до своей орбиты. Это значит, что аппарат запускают, и еще полгода он не будет использоваться по своему прямому назначению. То есть полгода эти аппараты будут расходиться по нужным орбитам. Это происходит потому, что эти аппараты запускаются на таких больших ракетах, как протон и союз. Мы, соответственно, эту задачу хотим решить. Вторая, наверное, важная история связана с группировками, с путниковыми группировками. Потому что мы же уже избалованные, особенно жители больших городов. Мы хотим быть постоянно на связи, мы хотим постоянно пользоваться интернетом, телефонией. То есть нас уже не устраивает, когда мы уезжаем куда-то в лес или на море, и уже у нас слабый сигнал, у нас уже там нет 5G или 4G. Поэтому все больше и больше растет спрос как раз на спутники связи, которые обеспечивают интернет. Кроме этого, эти спутники еще носят много других задач двойного назначения, которые в том числе сейчас активно тестируются, применяются в разных частях нашей планеты. И как раз для того, чтобы вам делать такие большие группировки по тысяче аппаратов, вам необходимо стандартизировать и делать уже массовое конвейерное производство. То есть фактически то, что сделал Ford с автомобилестроением, когда перешли к конвейерной сборке, это же самое сделал SpaceX на проекте Starlink в последние годы. Но многие знают про SpaceX, но мало кто задумывается о следующем, что в космос сейчас вкладывают в целом почти, наверное, все бигтехи или большие технологические компании или IT-компании. Работой над спутниковыми группировками сейчас занимается Google. Вместе со SpaceX основной инвестор в Starlink – это как раз компания Alphabet, которой принадлежит бренд Google. Это компания Amazon, которая строит свою группировку Kuiper. это, соответственно, Facebook или Microsoft, которые тоже разрабатывают свои группировки. То есть сейчас почти все крупные IT-компании в это вкладывают. Кто знает, кто занимается у нас в России спутниковыми группировками из компаний? Ну, кроме нас. Из крупных корпораций. Ну, вот у нас три основных конкурента. Какие-нибудь Megafon, MTS? Megafon, да, правильно. MTS кому принадлежит? IFK-система. Ну, да, там занимается Citronix. Это другая компания, которая входит в IFK-систему, куда же входит и MTS. MTS будет в случае успеха покупать данные у Citronix. Citronix. Две назвали, третий? Эту компанию все знают. Иван? Нет. Нет. Национальное благосостояние. Газпром? Да, Газпром. У Газпрома есть дочка, Газпром космические системы, которые как раз занимаются спутниками связи, телевещания и так далее, и так далее. То есть вот на первый взгляд, наверное, неочевидные компании с точки зрения космоса. Ну, то есть вряд ли вы Газпром ассоциируете с космической отраслью. Или там про IFK-систему вообще мало кто знает. Ну, ладно, есть MTS, Мегафон. Но они тоже понимают, что будущее как раз за спутниковым интернетом, за спутниковой связью. И может наступить такой прекрасный день, когда все их вышки, в которые они вложили миллиарды рублей, станут не нужны. Потому что их абоненты начнут отваливаться. Зачем вам платить за тариф Мегафона, к примеру, если вы просто своим телефоном словите Wi-Fi, который будет подрубаться везде абсолютно, куда бы вы ни поехали, там, к бабушке в деревню, на море или за границу, и по какому-то единому тарифу, который будет, скорее всего, значительно дешевле, чем сегодняшние услуги связи. Мы к этому точно прийдем. Вопрос, когда это может быть, будет неравномерно, то есть в разных странах наступать по-разному, в разных регионах, потому что сейчас эти группировки, они развертываются, и, допустим, даже в отдельных странах не все регионы покрыты равномерно. Мы, допустим, на днях презентовали свой проект, который мы разрабатываем. Нам, соответственно, необходимо 48 аппаратов, чтобы покрыть всю территорию Российской Федерации. А если говорить по глобальным покрытиям, то там речь идет о 96 аппаратах. Но они сложнее и больше, чем те, которые используются в рамках низколетов. Сильное сращивание на сегодняшний момент происходит с IT. То есть потому что фактически термин цифровая экономика слышали, цифровая трансформация, то есть это все про данные. То есть цифровая экономика – это когда вы не только понимаете, собираете данные о том, что происходит сейчас в моменте вокруг вас, в ваших системах, на ваших предприятиях, производствах, с вашими людьми, в вашей стране, в вашем регионе, в вашем городе, в вашем доме и так далее. Это то, что может предугадать дальнейший исход событий. То есть это то, что называется предиктивная аналитика. И как раз вот для этого и нужны большие объемы данных, в том числе данные из космоса. Потому что люди хотят понимать, как будут развиваться те или иные регионы, какие есть риски, какие есть возможности. И сейчас довольно-таки много компаний, вот это наша, я про нее чуть позже скажу, которые занимаются как раз дешифровкой космических снимков, определения разных объектов, то есть определения людей даже. Как бы мы этим сразу скажу не занимаемся, пока у нас нет таких технологических возможностей. Но в том числе при необходимости, если вы очень very important person, то за вами можно наблюдать в режиме реального времени. В том числе мало кто знает, что сейчас из космоса осуществляется даже видеосъемка. Да, это пока только короткие промежутки времени, но в принципе, как вы доехали из дома до университета, можно отследить. Как бы и понять, что это вы, с кем вы ехали, с кем вы шли, с кем вы шли за ручку, с кем вы просто шли рядом. То есть мы живем в чудном, прекрасном, настоящем, которое делает нашу жизнь прозрачной. Отсутствие телефонов не поможет? Что? Отсутствие телефонов не поможет? Нет, зачем? Все видно, а если не видно, если облака, то радиолокация поможет. Или инфракрасное излучение. Какие-то вопросы есть здесь? Все так задумывались, что где вы были этим летом? Вопросы о приватности. Когда получается любому человеку могут оследить или просто за ним следить, и он это не знает? Да, сейчас да. И это не регулируется пока. Потому что это не массовое явление. Это то же самое, что сперва не регулировалась история с новыми технологиями, со связью. То есть абоненты были фактически не защищены, сейчас они защищены. Или вы всегда делились на заре интернет своими персональными данными, но не было закона о регулировании работы с персональными данными. То есть он будет? Да, да. То есть сперва возникают какие-то технологии, возникают прецеденты, и дальше общество начинает себя в рамках каких-нибудь законодательных инициатив защищать, вводя нормы, ограничения, правила и так далее. Когда беспилотники появились, вы могли беспилотники абсолютно свободно перевозить через границу, возить, вывозить, могли летать где хотите. Соответственно, сейчас уже есть четкое правило, что вот здесь вам летать нельзя, здесь снимать нельзя. Беспилотники, которые больше определенного веса, возить не за декларировав, нельзя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это будет распространяться и на космос. Ну а что-то, наоборот, меняется. Потому что раньше космос был абсолютно военной сферой, соответственно, были такие явления, как военприемка, согласование с военными. Дальше же сейчас все наши испытательные пуски мы согласовываем с военными, с РВСН. Потому что мало ли что мы там запустили. Ладно, там наши еще, как бы, ну, примерно понимают. А, допустим, если за нами там наблюдают, ну, примерно, американцы, полетела ракета. Что за ракета? Куда? Не предупредили. То есть тут, как бы, международный скандал, может быть. И чтобы этого не было, есть система о уведомлении или предупреждении ракетных пусков. Она распространяется, в том числе, на гражданские компании. И у каждой компании, допустим, есть свое окно на пуск. То есть вы или в него попадаете, если вы не попадаете, то вам нужно ждать следующее окно на пуск. Потому что, когда вы должны что-то запустить, у вас закрывают определенную территорию для въезда, вам закрывают небо, соответственно, никакие самолеты не могут лететь в это время. Ну, и там еще много других вопросов, связанных с безопасностью. Есть вопросы еще? Огромная просьба, говорите микрофон, пожалуйста. Да, у нас просто прямой эфир идет. А вот, в частности, в безопасности, вы сказали про спутниковый Wi-Fi, к которому люди будут подключаться. То есть будет общая сеть. И насколько это безопасно? И если будут или есть какие-то способы перехватывать эти данные пользователей? Это безопасно, но перехватить можно. Перехватывают, как правило, в станциях приема и в станциях передачи или в ретрансляторах. Обычно их взламывают. Но в том числе у вас в университете занимаются вопросами шифрования и защиты информации. Тут есть несколько технологических веток. Сейчас, допустим, такие проекты, как OneWeb или Starlink, они используют ретрансляторы. То есть вам необходимо иметь терминалы, пользовательские терминалы, на которые идет сигнал со спутника, и уже этот терминал раздает вам на ваши устройства. Ноутбуки, компьютеры, телефоны и так далее. Но есть ряд технологий, которые позволяют напрямую соединять ваш телефон со спутником. И вот скорее будущее за технологиями второго типа. И если это так, и они выйдут довольно-таки быстро на рынок, это значит, что сегодняшние проекты, Starlink или OneWeb, они фактически будут в ближайшее время банкротами. Но это может и не так. То есть это пока как гипотеза. А, то есть вы сейчас говорите про путь Apple, которая в недавних айфонах предположила тестовую систему спутников, как экстренную службу. Apple – одна из ведущих технологических корпораций, и понятно, что когда все вкладываются в космос, было бы странно, если бы они не вкладывались в космос. У них тоже есть разработки по этой тематике, и они подстраиваются под те стандарты, которые есть у других компаний. И это возможно тоже опять. Но я не работаю в этой компании, не знаю точно, как они внутри, какие у них планы и какая стратегия. Но то, что все к этому идет, это очевидно для всех. Вопрос, кто этим первым займется, кто кого будет копировать впоследствии, и кто сможет на этом больше всего заработать. Понятно, что заработают первые, как правило, но не всегда. Иногда, если вы что-то сделали первым, это не значит, что вы это можете капитализировать и сделать это массовым продуктом. Ладно, пойдемте дальше. Немножко расскажем о себе. Соответственно, компания Sarspace ранее называлась Success Rockets. Мы где-то примерно полгода назад провели ребрендинг по одной простой причине. Когда мы говорили, что мы Success Rockets, успешные ракеты, и при этом заходили, к примеру, с космическими аппаратами, с анализом данных, нас спрашивают, так, так, вы же ракетами занимаетесь? Мы такие, не-не-не, мы вообще про данные. Фактически, наша компания – это все, что связано с работой с данными. То есть, что можно делать с данными? Их можно генерировать, их можно передавать, и их можно анализировать. Вот мы, соответственно, занимаемся всей этой цепочкой. Но для того, чтобы вам генерировать данные, вам нужны космические аппараты, чтобы космические аппараты летали, вам нужны ракет-носители. Ну и дальше, чтобы работать с этими данными, вам необходимо свои программно-вычислительные комплексы, свое ПО. Соответственно, мы тоже разрабатываем свое программное обеспечение. Когда мы начинали, мы понимали, что необходимо делать компанию по приему, хранению, обработке и анализу данных. Но когда мы подошли к этому вопросу, стало понятно, что данных нет. Нам сперва говорили, что да не, все есть, у нас все летает, мы все видим, у нас разные спутники, разные данные. Потом выяснилось, что для решения какой-то задачи данные не те, не того разрешения, не того срока годности, не той оперативности. Достать их сложно, что-то невозможно, что-то вам дают через пару месяцев, а этот спутник военный, его вообще нельзя использовать, и так далее, и так далее. Вот это вы не можете публиковать, потому что это чисто для образовательных, научных целей. Ну и стало понятно, что необходимо заниматься своими аппаратами, потому что если у вас нет своих спутников, то вы фактически такой, не очень устойчивы, как колосс на глиняных ногах. И с космическими аппаратами тоже стало через какое-то время понятно, возвращаясь к тем трендам, про которые я говорил, что для того, чтобы вам формировать большие созвездия или группировки космических аппаратов, вам нужны свои ракеты. А у нас сейчас ситуация такая, что вам, чтобы что-то запустить, вам необходимо ждать от полугода и до нескольких лет, потому что вы ждете, пока будет какой-то федеральный пуск с попутной нагрузкой, куда вы будете одним из грузов. Соответственно, встал вопрос, на чем вы водите, если вы хотите построить действительно большие группировки спутников, то вам необходимо что-то делать с ракетносителями. И так, соответственно, мы занялись ракетами. Но вот эти вот три направления, rocket, satellites и данные, это то, что необходимо для решения таких более прикладных задач или формирования четырех ключевых проектов или четырех спутниковых группировок. Группировка по климатическому мониторингу или мониторингу атмосферы, группировка по радиолокационному зондированию Земли, по оптике и по связи. Соответственно, когда мы начали заниматься ракетами, стало понятно, что есть разные потребности. И первая потребность, она начинается даже не в космосе. Она начинается с зондирования атмосферы, с так называемых метеорологических или геофизических ракет. Их основное отличие заключается в том, что они как раз не достигают первой космической скорости, они летят вверх и потом вниз, соответственно, падают или спускаются на парашюте. Эти ракеты нужны для того, чтобы вы могли изучать тропосферу, ионосферу и так далее. Многие такие вещи. В советское время осуществлялось порядка 300 пусков таких вот ракет. Причем их запускали с разных мест и на Дальнем Севере, и в океане с военных судов, и там с научно-исследовательских судов. Сейчас таких пусков значительно меньше, но тем не менее они тоже востребованы. Есть, наверное, там государственные программы геофизика и так далее, и так далее. То есть фактически это ракеты, которые летят до определенной высоты. Обычно это 80-100 километров. У них есть определенные датчики, и эти датчики, соответственно, меряют какая влажность, давление, температура, радиация и так далее, и так далее. И это то, что необходимо как ученым, военным и другим специалистам. Ну и дальше стало понятно, что еще есть две ключевых потребности или незакрытых, незакрытого спроса. Это сверхлегкие и легкие ракеты-носители. То есть фактически легкие ракеты-носители выводят примерно на низкую околоземную орбиту порядка одной тонны, что значительно меньше, чем то, что есть сейчас у ракет, которые относятся к госкорпорации Роскосмос. И сверхлегкая ракета, которая вообще может выводить порядка 50-100 килограмм в зависимости от орбиты. И мы сейчас как раз фокусированы на ракет-носителях такого класса, потому что их просто у нас в стране нету, а потребности в них уже есть. В советское время такие ракет-носители создавались, но они были не востребованы, потому что развитие микроэлектроники и других технологий в тот момент не позволяло обеспечить полезную нагрузку космические аппараты, которые нужны для такого рода ракет-носители. Ну, соответственно, второе направление, которое SR-Satellites, мы занимаемся проектированием, производством, испытанием, интеграцией и летной эксплуатацией малых аппаратов космических. Сейчас мы работаем над тремя аппаратами оптического мониторинга с разрешением 4, 2 и 0, 9 метра. Соответственно, это как раз те спутники фотосъемки, которые могут с орбиты мониторить ту или иную территорию. Ну и, соответственно, разрабатываем проекты по 4 группировок, о которых я скажу чуть дальше. Ну и, соответственно, наша компания, которая занимается анализом данных, мы сейчас собираем данные с различных иностранных спутников, их формируем в единую базу, благодаря которой мы можем ошлять различные услуги по обработке данных, ошлять экспертное дешифрирование, сейчас мы разрабатываем собственный геопортальный сервис, у нас создано защищенное хранение данных, пока не на орбите, но в рамках распределенных реестров. Это то, над чем сейчас работают ребята, вот как раз мои сотрудники в этой компании. Ну, я уже сказал частично про климат, на самом деле очень много направлений, то есть фактически мы сейчас можем понимать, кто ошляет эмиссию парниковых газов, кто и сколько поглощает парниковых газов, к примеру, какие территории, какие леса или там природные системы, которые поглощают как углекислый газ, так метан и другие вещи. Раньше это было особо не видно, это было никому не интересно, как раньше, допустим, чинили газопровод. То есть что-то случилось, а у вас в трубе газ. Что вы с ним будете делать? Что? Нет, вот у вас в трубе остался газ. Да, соответственно поджигали, ну, просто как бы газ просто в атмосферу выпускали, то есть, как бы, ну, что это где-нибудь происходит там под Сургутом, откуда там люди, не знаю, где-нибудь в Брюсселе знают, что вы там делаете под Сургутом. А сейчас оказалось так, что знают. То есть, когда произошла экологическая неблагоприятная ситуация, там, не знаю, катастрофа, аварии и так далее, в Норильске об этом первыми узнали как раз иностранцы, и там об этом начали говорить, потому что это увидели иностранные спутники. Норникель молчал, то есть, и как бы, откуда я там, как гражданин Российской Федерации и живущий в основном в Москве, знаю о том, что происходит в Норильске. Я в Норильске ни разу не был. Хотя, как бы, если там что-то происходит с точки зрения экологии, это, конечно, влияет и на меня, и там, на всех обитателей нашей планеты. И сейчас мы четко понимаем, что мир становится, опять же, прозрачным. В этом есть и негативная сторона, но есть и позитивная, что если кто-то где-то что-то делает плохо или кто-то где-то гадит, скажем так, то это сейчас видно. И мы, соответственно, тоже хотим это видеть, потому что сейчас ситуация такая, что нас видят, а мы не видим. Соответственно, нам предъявляют, мы предъявить не можем. Контраргументов у нас нет. И чтобы эту ситуацию решить, мы как раз занимаемся этим проектом. Мы, кстати, вот в рамках этого проекта создали уже прототип спутника. Этот прототип спутника мы в прошлом году презентовали в Глазго, в Шотландии, на международной конференции ООН по климату. Как раз между сторонами заключившими Парижское соглашение о климате. Но климатическая повестка перешла немного на второй план в этом году, поэтому есть еще другие тоже очень интересные задачи. Это, к примеру, радиолокационное зондирование. Радиолокационное зондирование хорошо тем, что оно всепогодное. То есть нашу погоду вы примерно представляете, вы видите, когда выходите на улицу. Повышенная облачность, она не позволяет видеть оптическим спутником поверхность Земли. Радиолокация видит сквозь облака. И плюс радиолокация, она может и в светлое время суток и в темное время суток. И что еще хорошо, она может определить частично, до определенной глубины, в зависимости от радиолокатора, верхний слой подстилающей поверхности. Или в данном случае на изображении может определить толщину льда. Допустим, для северно-морского пути очень важно понимать, какой лед, потому что от этого зависит навигация. Навигация, если она открывается на неделю раньше или на неделю позже, это тоже миллиарды рублей, потому что стоимость простоя судна, танкера или большого сухогруза, она огромна. И, соответственно, если мы хотим сделать навигацию полноценную по северному морскому пути, то нам необходимо четко понимать, какая там ледовая обстановка. А это практически невозможно без спутников радиолокации. Оптика. Ну, про это я частично сказал. Единственное, мы сейчас работаем над аппаратами, которые 0,9 метров в лучшем случае. Мы понимаем, что сейчас потребность есть в 0,5 метрах. И мы пока проектируем такие аппараты. Там основной вопрос сейчас с оптикой. Я сегодня, когда с вашими коллегами встречался из университета, я им называл, что вот у нас есть такая потребность, но, к сожалению, у вас в университете вот этим не занимается, поэтому мои поиски по России продолжатся, ну, или поиски по миру, где можно взять такую полезную нагрузку. В принципе, вы должны понимать, что космический аппарат, это, как правило, две системы. То есть, это бортовые системы, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Двигатели, ориентация, там, солнечные батареи и так далее, и так далее. И второе, это полезная нагрузка или целевая аппаратура. У него этот спутник запускается. Полезные нагрузки это может быть или какая-то антенна, или какая-то камера, оптика, какой-нибудь локатор и так далее. Ну, и четвертый проект это спутники связи, как раз. Масса спутника планируется порядка 650 килограмм. Вот мы его на днях буквально презентовали на выставке Аэронет, Национальной технологической инициативы в Москве. Завтра еще тоже будет обсуждение этого проекта. Ну, по параметрам это можно отдельно обсуждать. Ну, кратко так. Если, соответственно, остались вопросы, то я с радостью на них отвечу. Надеюсь, вы немножко больше узнали про космос. Он стал для вас ближе. И кто-то из вас все-таки захочет заниматься космической отраслью и двигать космонавтику вперед и вверх. Олег. Доброго, куратор проекта. От отдела управления репутацией и репутационного маркетинга Центра перспективного развития КФУ хочу задать вопрос. Правильно ли я поняла, исходя из лекции, что это космический туризм частный, добыча ресурсов, это больше про визионерство, про благотворительность, это не то, в чем деньги, так скажем, нет финансово сильного потенциала в этих направлениях. Все-таки направление космических данных это первоочередное в плане коммерциализации. С точки зрения коммерциализации сегодня, здесь и сейчас, то это все, что в основном связано с землей или для земли. Если мы говорим про космический туризм, то в принципе мы знаем, что на нем уже начинают зарабатывать, но пока они выходят в прибыль. то есть выручку формируют, там есть очень много вопросов, связанных с регуляторикой, с технологиями, но если вы хотите заниматься развитием космического туризма, то вам необходимо иметь несколько миллиардов долларов и вот с этими деньгами уже как бы ждать, условно говоря, ну быть готовым ждать 5-10 лет, чтобы в эту историю вкладываться и дойти до каких-то результатов. у нас, к сожалению, там по крайней мере те состоятельные люди, олигархи, с кем удалось поговорить, они не готовы или они не обладают такими ресурсами. То есть и Маск, и Безос, и Брэнсон, они заходили в эту сферу, в эту отрасль с большими деньгами и привлекали деньги еще больше. И они шли к этому очень долго. И вот вопрос в том, насколько у нас кто-то может вкладывать долго большие суммы денег. К сожалению, пока мы этого не наблюдаем. Что касается добычи ресурсов, то да, это скорее про там среднесрочную перспективу. Да, есть уже эксперименты, но пока если мы не можем говорить о каком-то промышленном масштабе, то есть речь идет скорее всего о сроках после 30-го года. То есть до, мы как... Понятно, что любой человек, который занимается космосом, он хотел бы сам полететь в космос, хотел бы полететь на Луну, на Марс и так далее. Но вопрос в том, как до этого момента дожить и как пройти вот этот путь до полета на Марс. Соответственно, мы понимаем, что нам сперва необходимо создать полноценный устойчивый бизнес, который будет генерировать постоянный поток выручки и прибыли, и уже эту прибыль мы можем реинвестировать в какие-то пилотируемые программы и дальше в миссии на Луну, Марс, там, индустриализация космоса и так далее. Еще вопросы? А не испытывает ли ваша компания в нынешние времена проблему с комплектующими? С комплектующими нет, но как бы во всю эту романтику стоит добавить пару ложек дегтя. Нашей компании два с половиной года. За это время мы два раза подходили к моменту возможного банкротства, потому что мы на данный момент мы не самоокупаемые, мы инвестиционный проект, мы венчурный проект, и наша живучесть сейчас во многом зависит от постоянных инвестиций. И когда у нас возникают какие-то неплановые проблемы с инвесторами, то есть у нас было так, что на какие-то моменты, в первый раз из-за пандемии, у нас все развивалось нормально, то есть мы как-то особо не испытывали каких-то проблем, но человек, который в нас должен был вложить, у нашего инвестора, возникли проблемы в его основном бизнесе, и фактически эти риски перенеслись на нас. То есть он не смог проинвестировать ту сумму, которая нам необходима была для стабильного роста или там стабильного развития. Поэтому были вопросы. Сейчас, если говорить про компонентную базу, мы как малая компания, как частники, у нас с этим проблем нет. То есть у нас нет каких-то отлаженных цепочек поставок, которые вдруг резко остановились. То есть мы в основном работаем с компонентами класса индастриал, потому что у нас низколеты, они не требуют радиоакционной стойкости и так далее. То есть конкретно нас это не затрагивает, но в целом отрасль, конечно, это затрагивает и затрагивает очень сильно. еще вопросы. Как с кадрами вы здесь сюда приехали? С кадрами возьмите микрофон, коллеги просят. Извините, меня зовут Олег. Как с кадрами? Вы же нельзя ездить по стране и как-то отбираете кого-то или смотрите на какие-то разработки, которые сделают в университетах? Честно говоря, давайте разделим разработки и кадры. С кадрами у нас проблем нет. У нас, к счастью, настолько большой задел космической отрасли, она настолько большая, она настолько диверсифицирована и у нас есть космические институты, космические предприятия, кафедры, направления подготовки и так далее, и так далее, что сейчас скорее специалистов больше, чем проектов. Но эта ситуация может резко измениться. То есть, если вот эта вся волна тех трендов, которые я описал и представил сегодня, она докатится до нас полноценно, до стороны, то, конечно, у нас начнет возникать дефицит кадров, но конкретно сейчас мы его не испытываем. Плюс мы не такое большое предприятие, там у нас где-то в районе под 100 человек сейчас, то есть, это не те масштабы, которые в России с учетом ее почти вековой истории космической отрасли не может переварить. Если говорить про разработки, то да, здесь как бы очень большой интерес, потому что космос сейчас раньше как было, что-то создавалось в космической отрасли, и это потом транслировалось на другие отрасли. Сейчас ситуация возникла обратная, потому что в космос мало кто вкладывал долгое время, мы в основном развивались на тех заделах, которые были до этого сделаны, а, допустим, даже автомобильное строение, самолетостроение с точки зрения материалов, с точки зрения электроники, информационные технологии, производственные технологии, они очень сильно шагнули вперед. И фактически перенос технологий, методов, бизнес-моделей, бизнес-процессов и так далее из других отраслей, которые росли последние годы в космическую отрасль, это для нас является одной из важных задач или вызовов. И мы это сейчас осуществляем, поэтому, к примеру, что-то коллеги, в том числе у вас в университете, делали для беспилотников, мы сейчас понимаем, что это подходит и для космических аппаратов. И таких вот аналогов еще много. Еще вопросы? Кто еще не задавал? вопрос про спутники формата КубСАД, вы здесь про них немного сказали, и вы сказали, что ваша компания хочет заниматься легкими ракетами, сверхлегкими ракетами, и вроде как вот как раз такие КубСАДы это те спутнички, которые подошли бы как полезная нагрузка. Для сверхлегких, да. вот, и насколько, ну, то есть занимается ли разработкой их ваша компания, и насколько это сейчас перспективно, ну, то есть пару лет назад, например, уже были, если я не ошибаюсь, запуски КубСАДов, и они, ну, пытались, была попытка их использовать как раз, чтобы там заниматься дистанционным зондированием земли, там, разрешение, понятно, то, что они не такие навороченные, и вот как с этим сейчас? Ну, там 5 метров разрешения, то есть это тоже неплохо. Мы, да, занимаемся этим, сейчас непосредственно мы занимаемся двумя аппаратами формата КубСАД, это КубСАД 3У, это КубСАД 16У, это оба аппарата для дистанционного зондирования земли. Трехушный, там, соответственно, камера, которая сможет сделать снимки с разрешением 4 метра, в 16У помещается камера, которая уже может делать снимки с разрешением 2 метра. То есть это вот то, что мы работаем, над чем, и сегодня, допустим, там, сегодня еще мы, наверное, обсудим, родилась идея, чтобы с КФУ тоже запартнериться, и КФУ может обеспечить как раз данный аппарат полезной нагрузкой. То есть мы на себя берем все бортовые системы, они, соответственно, на себя берут ту научную, скажем так, составляющую или приборную базу, которая может провести ряд экспериментов, которые, скажем так, продвинут нас как человечество в целом в науке. Я уже задаваю последний вопрос. Да, и у нас впереди очень серьезное мероприятие. Кто не задавал еще вопросы? Молодой человек, только микрофончик, пожалуйста, передайте. Здравствуйте. Здесь в аудитории присутствуют астрономы, и хотелось бы узнать, как будущие специалисты, они могут заинтересовать, возможно, вас или другие частные компании? Это такой хороший вопрос, я о нем сегодня думал, потому что как раз на кафедре астрономии были. И с одной стороны, да, как раз для отслеживания космических аппаратов, если мы говорим о больших количествах, о спутниках, группировках, да, но в целом, наверное, астрономия – это больше про фундаментальную науку, это больше про научные организации, нежели про бизнес, именно вот в том виде, по крайней мере, в котором он сейчас возможен. Сложно сказать, но, зная историю жизни многих моих специалистов, многие люди пришли в космическую отрасль абсолютно не по прямой, скажем так, и у меня тоже моя траектория развития, она была не по прямой. Я там не родился, в один прекрасный момент не понял, что все, я там всю жизнь буду заниматься космосом, нет, то есть, как бы, я занимался другими вещами, и как раз опыт, полученный в других сферах, он сейчас позволяет успешно развивать проект в космической отрасли. Так и здесь, ваше базовое образование в астрономии, оно может позволить развиваться в космической отрасли в будущем, причем, наверное, на управляющей какой-то позиции, на позиции инженера-конструктора в последующем и так далее. То есть, могут быть разные ипостаси и разные роли, но вот так в прямую, наверное, нет. Спасибо. Спасибо большое. Олег, спасибо огромное. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин